Приветствую вас, Айхан. Я думаю, что для начала вам нужно поработать с чувством стыда, потому что именно оно, это чувство стыда, вам сильнее совмещает. Чувство стыда это отрицание неких своих, желаний неких своих, потребностей неких своих, отрицаний. Чувство стыда это непринятие по факту своего несовершенства, грубо говоря. То есть, если человек не принимает свое несовершенство, если человек не способен это принять, вот если человек отрицает тот факт, что он несовершенен, хотя он несовершенен, то в этом могут быть только проблемы. Потому что мы все люди и у всех у нас есть свои слабости, у всех мы совершаем ошибки. Вот, но ваша проблематика заключается в том, что вы твои ошибки не... не то, что вы даже не признаете, может быть вы их и признаете, вы считаете, что вы не имеете права на ошибку. Хотя, на самом деле, конечно же, это не так. На самом деле, любой человек, и в том числе вы, право на ошибку, конечно же, имеет. Ну, получается, так что, право на ошибку, имеет все кроме вас. Хотя это, конечно, вне всякого сомнения, не так и не имеет ничего общего. Вот, это такой очень важный момент. Отрицание, запрет. Следующее, наверное, это некая нуждаемость в, может быть, защите. Потому что ваш первый молодой человек, которым вы вступили в отношения, почему-то... для вас почему-то важно, важно было тот факт, что он старше вас на какое-то количество лет, на десять лет, как вы пишете. И, на мой взгляд, очень важно понять, чем для вас это обусловлено. Ну, чем обусловлено в преданиях такой важности к тому, что человек старше вас. Вот. На мой взгляд, это важный момент. На мой взгляд, это очень важно. очень важно для вас это определить. Филиша, вы пишете, значит, что второй мужчина, которого вы выбрали, второй человек, у него принт, значит, девственность. Вот, знаете, выглядит все таким образом, что ваш мужчина отражает то, что вы сами о себе думаете, то, что вы сами от себя, вероятно, требуете. О чем идет речь, то есть, насколько вы строгий к себе, насколько вы выбираете мужчину. Хорошо. Это связано с тем, как вы сами к этому относитесь. Но удивительное дело, придавая этому столь большого значения, вы тем не менее, тем не менее, тем не менее, вы ответите к этому. Э, связано это в какой-то степени, в, я бы сказал, неврелосто. Потому, что только неврелая, неврелая личность будет обращать внимание на подобные вещи. Особенно если, как вы говорите, друг друга любят. Момент, здесь еще потом, момент, момент, здесь еще потом, что при любви, при наличии любви друг другу, страха потерять не бывает. Но вот вы почему-то любите своего мужчину и он вас любит почему-то. Так что вы боитесь потерять. Я конечно не знаю, но хотел бы спросить, что такое любовь? Лава. Как вы понимаете любовь и почему это любовь приводит в данном случае к страху потерять. Хорошо, а если вы хотите, если вы боитесь потерять, допустим, допустим, да, вы боитесь потерять. Чего вы боитесь, чего вы боитесь потерять? Или может быть, может быть, что вы боитесь потерять? Понимаете? Понимаете? Это крайне важная история. Дальше. 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 Выщий парень постоянно появляется и говорит ему обо мне гадости, мол, хочет открыть глаза. Да. Здесь вы, я думаю, опять же понимаете, что это достаточно неврелая история. Вот. Потому что в своей очереди это говорит о том, что у молодого человека либо нет четвертого представления о вас, и вы боитесь, что он его изменит. Либо вы просто очень сильно боитесь мужчину потерять. Но опять же здесь важно выяснить из-за чего. Я потерял девственность не по своей воле. А как? Вас изнасиловали? Ну, то есть, что вы понимаете, вот потеря девственности не по своей воле. Вы знаете, я честно скажу, не особо разделяю позицию моего коллеги, да? То есть, я могу, я могу представить, что, к примеру, вас могли обмануть, да? Вот. И так далее. Но вам нужно взять, как прав коллега, именно ответственность на себя за то, что вам произошло. Ну, взять ответственность и, как бы, признать тот факт, что вам этого хотелось, потому что ничего сложного в этом нет, в том, что вам этого хотелось. Но пока что вы исследуете не очень, на мой взгляд, хорошей позиции, а именно позиции игнорирования ситуации. Позиция перекладывания ответственности. Я впервые имел отношение с человеком, и поэтому не позволяли потерять девственность. Он обманывал меня каждый день. Ну, вы позволяли ему обманывать тем, что он не старше меня на десять лет. А должен был? Не очень, не очень понятно. Чем, чем вам так, вот так важно, чтобы мужчина был старше вас на десять лет? То есть, если вы говорите про некоторую защиту, про некоторую свою нуждаемость защищенности. То есть, ну, вам, вам хочется защищенности. А это заключается в том, вследствие чего вам хочется этой самой защищенности. Вот. На мой взгляд, вам необходимо с этим разобраться. Потому что получается, что в отношениях, что предыдущих, что этих, вы зависли. В тех отношениях вас обманывал молодой человек. В этих отношениях вы находитесь в постоянном страхе. Дальше. После брал, что никому никто не расскажет. Ну, опять же, если у вас идет конфликт, получается, с самой собой. То есть, вы что-то делаете, но не отвечаете за то, что делаете. И, соответственно, это, конечно, весьма негативно сказывается на том, как вас воспринимают люди, да, и как вы сами себя чувствуете. Потому что, по сути, вы следите за того, что делаете. Вот. В данном случае, пытайтесь объяснить, что вы этого не хотели, чтобы сохранить свой внутренний образ от себя. Чтобы не разрушать его. Но, понимаете, нужно принять, что вам чего-то хотелось, а не обвинять человека и так далее. Вот. Это по ним от того, что вы продаете чрезмерное значение секса. В принципе, у вас специфическое отношение к сексу. Вот. И, девственно-девственности вы продаете значение. Ну, явно... Что это специфичное? Специфичное. Ладно. Дальше. Бозор сказал моей маме. Она не поверила. Настолько гадок для всех. Кстати, никто не воспринимает его всерьез. Ну, здесь вот чувствуется некая, знаете, компенсация, что ли. То есть. Попытка очернить... Вы уж меня извините, что я так говорю. Попытка очернить человека, чтобы облилить себя. Мол, типа, я не сомневаюсь, меня обманули, а вот он такой плохой. Попытка, что ваши отношения, да, они требуют разбора. И ответственны за них, за ваши отношения, вы оба. Но не только молодой человек, но вы пытаетесь перекладывать ответственность на него столько, что это только он меня, что я ни при чем и так далее. Вот. Ну, здесь надо сказать, что таким путем, да, таким образом, вы ничего не добьетесь. Потому что, ну, вы всегда будете счетливы. Вот. Я не думаю, что это то, что вам хотелось бы. Дальше. Интересно, мой молодой человек его заткнул и не поверил, но я боюсь, что эта ложь когда-нибудь поймется. Плывет, конечно. Потому что вы не доверяете ни себе, ни молодому человеку. Моя боль внутри меня убивает. Моя боль внутри меня убивает. Я хочу умереть, после такого невозможно жить. Ну, опять же, Айхан, от чего боль? То есть, что конкретно представляет из себя ваша боль? Что у вас болит? Нужно разобраться. Знаете? Можно все исправить, можно выйти на новый уровень. Да, возможно, молодой человек не захочет с вами быть после того, как вы узнаете правду. Он узнает правду. Но, важно, это будет не тем, что вы сделали, а тем, на каком фундаменте вы выстраиваете отношения. Вот. И, честно говоря, сложно представить себе любовь, для которой девственность играет роль существенную. Знаете? Кстати, как бы, ну... Это важный момент, на мой взгляд. Понимаете, да? Что я хочу сказать вам. То есть, если... 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 Вадочек вас любит. Да? То я не думаю, что девственность, отсутствие, отсутствие у вас, как-то повлияет. Но, с другой стороны, если он не захочет с вами быть, говорит о том, что его чувства не совсем связаны с любовью к вам. К сожалению. Вот. А его чувства связаны с тем же, что и у вас. То есть, по сути дела, это попытка, вот, занять какой-то такой социально-моральную нишу. Вот. Понимаете? И решение, вот, неких, неких своих трудностей. Вот. Вот. Кооооторые... Кооооторые... Это довольно важный момент. Я надеюсь, что вы для себя его обязательно постарайтесь раскрыть. Ну, потому что это важно. Вот, собственно, то, что можно вам ответить, Айхан. Понимаю, что в ситуации, которые вы оказали, вам достаточно нелегко сейчас. Вот, я это понимаю, вполне. Но я тоже понимаю то, что вам можно помочь, если вы сами того захотите. Вот так, в принципе, мой номер ответится. Я надеюсь, что это было. Я желаю вам всего самого-самого доброго. Удачи и надеюсь, что вам ситуация разрешится. Продолжение следует... Продолжение следует...